Всем привет, мои красотки! С вами Мария Бишко, и я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Сегодня мы посмотрим с вами видео, каким способом можно носить базовую рубашку. Поехали! Если образ с классической белой рубашкой для вас достаточно скучный и простой, то для начала попробуйте взять какой-то интересный аксессуар. Это может быть сумка с принтом или какого-то контрастного цвета. Возможно, интересная и необычная обувь или украшение. Возьмите внутреннюю часть рубашки и подзаправьте ее спереди в брюки или джинсы, а одну оставьте наружу. Тем самым вы сможете удлинить себе ноги, подчеркнуть вашу талию и сделать образ более интересным. Еще один вариант, когда под рубашку вы надеваете какой-то топ. Это может быть кроп-топ, это может быть футболка, это может быть какая-то майка по фигуре в цвет рубашки, либо же контрастная. Наверняка вы знакомы с таким способом носки рубашки, когда вы надеваете ее поверх чего-то и просто завязываете в симпатичный узелок. Опять-таки прорисовывается ваша стройная, красивая талия и удлиняются ноги. Далее застегиваем рубашку и используем дополнительный аксессуар в виде пояса. Сейчас очень актуальны различные цепи, они могут быть в золотом металле, либо в серебряном. И очень здорово, если вы подчеркнете им талию и тем самым украсите белую базовую рубашку. Также поверх рубашки можно надеть любой пуловер, либо же свитер. И опять-таки это будет дополнительный слой, актуальная многослойность, это будет сочетание цвета и какая-то дополнительная фактура в ваш образ. Мне очень нравится, как это смотрится, это еще не заезжено и при этом очень стильно. Еще один тренд этого сезона это различные корсеты. Используйте их обязательно корсетами, можно украсить любой ваш базовый жакет, любую базовую рубашку. Они шикарно подчеркивают вашу красивую фигуру, талию. Они могут быть абсолютно разных цветов. И тем самым вы, надев одну и ту же рубашку, разными корсетами можете сделать образ другим и актуальным. Жилеты! Еще один тренд этого сезона. И это жилет-манишка. Мне очень нравится, как смотрится. У него классный цвет и фактура. И посмотрите, просто накинув поверх рубашки, вы, во-первых, сделали образ супер модным, а во-вторых, вы утеплились. Мне очень нравится, как белые рубашки смотрятся полностью застегнутыми под горло. Поэтому не бойтесь их полностью застегивать и пробовать драпировать рубашку. Для того, чтобы она хорошо драпировалась, она должна быть, конечно, не совсем вам по фигуре. Она должна быть немножко свободной. Тогда будет больше вариаций ее носки и драпировки. Ну, а почему бы нам не перевернуть рубашку спереди-назад? И получится очень классный, интересный вырез сзади. Вы сможете показать свою спинку. И это тоже очень классно и игриво смотрится. Поверх рубашек мы можем надевать не только корсеты, но и различные топы. Сейчас очень актуальны трикотажные топы. Поэтому, если рубашка не очень плотная, то вы можете надеть сверху какой-то контрастный, яркий, цветной, какой вам нравится топ. Ну, еще один способ в одном из своих видео разборов гардероба я уже показывала. Берем две рубашки, разные по цвету. Это может быть принт, могут быть просто разные. И соединяем их между собой, повязывая рукава на талии. Тем самым мы и талию подчеркнули. И создали с вами абсолютно новую вещь, которой точно ни у кого не будет. Сейчас классно сочетать классику вместе со спортом. И ваш худи, либо свитшот вы можете просто повязать себе на талию, либо же накинуть на плечи. Опять-таки, эффект второй вещи, эффект многослойности. Он всегда, во-первых, дает тепло, а во-вторых, он, конечно же, выглядит очень стильно. Не бойтесь играть со стилями и экспериментировать. Ну что, на этом видео я заканчиваю. Я очень надеюсь, что вы взяли что-то себе на заметку. Обязательно напишите в комментариях, какой способ ношения белой рубашки вам понравился больше всего. До встречи!